приветствую всех друзья мои вы на канале 30 плюс сегодня с вами говорим про запоры на диете многие мне пишут о том что сели на диете на диету появился запор это как раз таки видео для тех кто смотрит и у кого есть такие проблемы многие покупают себе псиллиум какие-то другие моменты чтобы улучшать моторику кишечника но не всегда это верно я вам расскажу почему могут быть проблемы со столом и что нужно делать чтобы их не было подписывайся и пиши вопросы напоминаю что если есть серьезный запор то очень часто это либо нехватка клетчатки либо нехватка воды элементарно либо это может быть дефицит по магнию и кальцию многие не знают что эти минералы настолько нужны для сокращения даже грубо говоря кишечника и возьмет сначала мозг печень и сердце ну простите на сокращение кишечника у вас сегодня не хватило есть люди у которых есть синдром раздраженного кишечника и им нельзя ведро съедать салатов то есть они съедают ведро салата им прям плохо поэтому в этих случаях надо мягко там фитомуцилл ничелакс брать и делать другой момент про и пребиотики не если например у человека была диарея или была история с антибиотиками проходила то соответственно пробиотики нужно потреблять из-за этого тоже бывает момент еще один момент запоров связанный с ацидозом или алкалозом то есть когда уходит или в кислотную среду или в ли сильно щелочную могут быть такие моменты которые связаны с кишечником поэтому каждый раз нужно смотреть что у тебя не переел ли ты всего кислого там яйца молоко мясо в этот день и соответственно организм просто в таком плохом состоянии и другой момент когда ты кучи салатов и не добрал не в общем не добрал по белку не добрал по витаминам микроэлементам и не выпил суточную норму воды на в суточную норму воды входит также все что содержит жидкость я об этом уже говорила плюс здесь бывает можно подобрать индивидуально воды воды которые влияют на моторику жкт дают расслабление жкт послабляют стул есть люди у которых есть еще колиты энтериты и другие и ты соответственно все эти моменты тоже через жкт прям такие серьезно проходят если мы с вами говорим про стул то бывает проблема со стулом связано с желчным с печенью либо с поджелудочной железой в общем казалось бы просто покакать но если например есть холецистит или другие какие-то вопросы это может приводить к такой неприятной истории пишите с радостью вам отвечу и дам вам обратную связь запоры ведут к головным болям и внутренней интоксикации поэтому какать это как чистить зубы должно быть на ежедневной основе и у вашего организма ну как бы нет других моментов которые дадут вам хорошо себя чувствовать как внутреннее очищение и не надо никакие там сильные клизмы это небезопасно если вы это делаете без медицинского сопровождения потому что вы сбиваете электролитный баланс надеюсь понятно все